Полно народу было, и он при всем народе, честном, стал евангельских протестантов этих защищать, наоборот, даже. Представляете, там все рты пораскрывали. Раньше сам ругался на них все время, а теперь стал защищать. А почему? Там, ну, там, как бы, одна из бабушек начала опять такой разговор, мол, вот, мол, там, баптисты, сатанисты какие-то понаехали опять-таки к нам. Вот, значит, вот, значит, а он как ряфнул, ну, какой-то бывший военный там, короче, как ряфнул, значит, там, молчать, как бы лежать там, отжаться, что-то такое. Вот, он их строил, бабушек этих очень жестко. Вот, значит, и, значит, и сказал примерно так, что вам нужно еще поучиться у них веровать Бога, говорит. Бабушки рты так и пораскрывали. И, короче, по всему поселку молва пошла, батюшка теперь за сектантов, теперь, короче, защищает их, говорит, короче. Сам раньше ругался всегда, по любому поводу, а теперь, вот, я слушал тех ижевских братьев удмуртских, думаю, слава Богу, думаю, представляете, вот, простой сельский, ну, поселковый тут, батюшка, значит, там, в этом захолустье, значит, но задумался, задумался. Есть одна еврейская книжечка очень хорошая, мессианская, она называется «Они задумались». Очень хорошее свидетельство там, очень хорошее, мне она очень нравится, с удовольствием перечитывал. И, знаете, у меня такая мысль тоже есть, издать нечто подобное, но для православных христиан. Они задумались, там, батюшки разные, монахи, свидетельство покаявшихся, тем более, вот, уже хочу и Богдана нашего, и Анаска, свидетельство поместить там, вот, и еще там пару румынских некоторых священнослужителей. Очень хорошее свидетельство для Украины, будут потрясающие свидетельства. Ну, свое свидетельство тоже помещу там, обязательно вставлю там своих, пять копеек. Вот, значит, там еще кого-то из старых, с Белоруссии есть, Александр, ну, уже покойный, правда, уже, очень хорошее свидетельство тоже было, потрясающе. Матушка его еще жива, супруга в Брестской области, в Западной Белоруссии. Очень хорошее свидетельство, тоже покаявшийся священник православный. Он чуть постарше меня, и потрясающее свидетельство именно покаяния. Вот, и еще взять несколько таких сильных свидетельств, которые бы, вот, ну, понимаете ли, заставили бы человека задуматься, обычного обывателя православного, да и священнослужителей многих, я думаю, заставят задуматься, куда мы идем, что мы делаем, во что мы веруем. Потому что чаще всего, вот, священство, значит, православность, братья, вот, то, что я знаю, по крайней мере, то, что я видел, подавляющее большинство не знают Бога вообще, не знают Бога, хотя думают, что служат Богу по-своему. И на практике, если для протестантов, допустим, Библия – это инструкция к жизни, то для большинства священников это просто книга обрядово-богослужебная, для служебного пользования, не больше. Понимаете ли, то есть она страшно далека от народа, от действительности и от церкви, собственно. Пришло время вернуть Библию в церковь. Это как Марцинковский, да, значит, еще сто лет назад писал-то. Кстати, он, Марцинковский, был православным реформатором, потом стал мессианским и мессихитским, мусульманским и иудейским, и христианским служителем. Очень интересный реформатор был, кстати, очень интересный. Я его опыт во многом перенимаю. Владимир Марцинковский, он основал первую такую общину в Хайфе еще. Тогда, еще задолго до образования Израиля, возрождения Израиля, образовал общину, в которой были евреи и арабы, при том 50 на 50 вместе славили Иисуса Христа, Иису Масиха и Ишуа Машиаха. Это одна из самых первых мессианских общин, еще до Второй мировой войны, еще образовавшихся в Хайфе. Потрясающее свидетельство очень даже. И он как раз и говорил, это наш русский еврей, который потом оказался за границей, после революции сразу, и потом переехал туда, в Палестину, называлось Палестинское общество. И там основал вот эту общину по откровению для евреев и арабов вместе, чтобы вместе славили Бога Живого. Это был самый первый потрясающий опыт, когда вместе славили и арабы, и пели куплет арабский на арабском языке, куплет на еврейском, на арабском на еврейском пели. И вместе целовались, и радовались вместе, преломляли хлеб вместе. Это уникальнейший опыт, во многом, к сожалению, забытый опыт. Но я считаю, что уже для сегодняшнего дня, для сегодняшнего Израиля, нужно напоминать, что был такой опыт, прецедент потрясающий. Сегодня нет таких общин пока в Израиле, да и так вот в мире редкость подобные общины. Но я думаю, за ними будущее, за этими общинами. Давид Вилкерсон, я был, застал еще его живым, правда его не было. У них в церкви был как раз этот, как называть, Таймсфер Чорч в Нью-Йорке. Потрясающее свидетельство для меня было. Это Нью-Йорк, это перекресток вселенной. Знаете ли, я думал, Киев большой город, Москва большой город, какой-то еще. Когда я побывал в Нью-Йорке, я понял, что я еще больших городов не видел вообще в своей жизни. И это действительно перекресток вселенной. Но на этом перекрестке вселенной вот эта церковь потрясающая. Я был в разных церквях, там было и где больше черных, и где больше белых, и азиатов. Но когда вот в этой церкви там и черные, и белые, и всякие-всякие разные люди, и на сцене они специально поставили всех в перемешку вот так вот на служение. Мне потом объяснили, что это специально, они делают каждый раз. Там и арабы, и евреи, и китайцы, и африканцы, и белые, и всякие-всякие-всякие. И в разных там этих стилях, костюмах одеты порой и таких национальных, или полу-национальных, или просто обычных советских костюмах. Но очень интересно, и вместе славят Бога, поют гимнете. И переводы, дочеки, наушники, там, пожалуйста, можно и русский найти язык, там, пожалуйста, украинская мова была, значит, синхронный перевод. Вообще-то потрясающе, на разные языки мира. Здорово вообще. Это такой опыт потрясающий. И у Давида Людкарса она была, это откровение, как раз, для всех народов. Дом Божий, для всех открытый. Чтобы противопоставить, потому что идея интернационализма, она на самом деле коммунистами была извращена. Это библейская идея. Потому что от одной крови Бог произвел весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли. И Писание говорит нам о Божьем интернационале. Так что еще с интернационалом восстанет род людской. Во Христе Иисусе Господе. Я убежден, что за этим будущее. Вот. И, дамы и господа, ну, наверное, немного о плохом надо тоже рассказать. Дело в том, что... Как? Да не, не, не. Пока подождем уже, тут осталось полчаса до конца урока. Не надо. А, давайте. А сколько сейчас времени, кстати? Два урока прошло. Нет, сейчас урок прошел, и уже перемена прошла, и уже урок второй прошел, 20 минут. Так что уже полчаса осталось. Все, давайте, тогда, значит, до пяти гуляем. Или как? Четырка перерыва. Ну, что? Четырка. А. Да давайте до конца уже, и перерыв начать будет. Хорошо. 20 минут. Хорошо, давайте, давайте. Внимально. Продолжайте. Давайте запомним, вот в конце этого урока как раз, давайте запомним такое следующее. Стоп, внимание. Чтобы вы запомнили, забудете все равно, если я сейчас буду называть много имен и дат, забудете. Но вот это не забудете. Значит, как бы развитие. Знаете, как вот в больницах, да? Значит, не в больницах, а медицинских этих институтах, да? Колледжах там в моргах бывают, да, люди? Вскрывают там трупы, трупы, смотрят все это. Вот, и у нас двое детей наших учатся медицинской. Они заканчивают, другой сейчас, другая, значит, только еще начинает учиться. Вот, значит, и интересный очень такой опыт медицинский у них уже. Вот, и у нас шестерых детей, и вот двое из них пошли вот по медицинской стезе такой. Интересно очень, не думал никогда так. Вот, но избрали такую себе стезю. И рассказывают о своем опыте там в моргах, допустим. Вот, им показывают всякие там органы пораженные, значит, там, значит, рассказывают, как там болезни развиваются и прочее. Кстати, патологоанатом, у них там самый юморной врач вообще, преподаватель. Из всех преподавателей. Старый еврей. Там каждое у него вскрытие, это столько шуток, столько вообще юмора. Мы, говорит, и не знаю, не то бояться, не то смеяться вообще. Короче, и все запоминаемо настолько, говорит, ну, просто потрясающе. Не надо конспекты вести, просто раз пощупал и все понял сразу. Раз послушал прибавуточку какую-то и сразу запомнил. В анекдотах лучше запоминается, говорит, лекция, чем в теории такой сухой. Вот, значит, кстати, моего Николая, старшего сына, он как раз сватывает в патологоанатом, он говорит, это вот мирные пациенты, спокойные, как бы, да, значит, самые, да, клиенты. Ну, ладно, но он в педиатрию все рвется, ну, ладно. Значит, и в другую сферу, к самым маленьким как раз, да, к началу жизни. К самым энергичным. И, знаете, когда вскрывают, я так понимаю, и показывают все это, для чего показывают? Чтобы знали люди, как развиваются болезни, да, к чему они приводят. Чтобы, смысл какой всего этого, да, значит, неприятного всего этого процесса, чтобы помочь живым людям. И вот порой многие заблуждения надо про, вот, анатомических во вскрытиях надо, просто вскрыть. И вот, вот такое сделаем сейчас вскрытие мы, такое. Если, допустим, молитва за упокой, это очень популярное в христианстве, православном, в восточном учении, очень популярное, настолько, что, если подсчитывать даже примерно, так вот, соотношение, то больше половины всех молитв, значит, они за упокойной молитвой в храмах. Потом, если брать чисто материально, доходно, да, допустим, то, конечно же, финансово это большие праздники, да, Пасха, Рождество, там все, но любой священник вам скажет, традиционно, ну, если захочет, финансово, что больше половины всех доходов, до двух третей всех доходов священника, как белой кассы, так и черной кассы церковной, это все, значит, за упокойной молитвой, и все, что связано с культом мертвых. А есть приходы, которые, допустим, Кладбищенские церкви, которые не то, что там две трети, там почти все, их благосостояние зависит от культа мертвых. Поэтому, когда даже священникам объясняешь вот эти вещи, многие даже соглашаются. Кстати, я имел уже не раз такой опыт, общавшись с традиционными священниками, пожилыми людьми, которые всю жизнь прослужили священниками, знаете ли, мне была интересна их реакция. Я рассказывал эти вещи, им было не очень приятно все послужить. Конечно, я говорил так немного, но для них неприятно все это. И несколько раз звучало примерно следующее, из их уст, после всего того, что я говорил, звучало так, а как же мы будем жить вообще? На что? Вообще, ты как бы, ты понимаешь, я сам служил на приходе в селе, я знаю, о чем говорю. Я знаю, что финансово церковь зависит от этого вообще. Понимаете ли, церковь породила чудовищ, а теперь от них же и кормится. И это получается так же, как было в Израиле. Абсолютно ничего нового нет под солнцем, на самом деле. Книга пророка Осии, один из малых пророков, но там потрясающие вот эти откровения об этом как раз. И там обличения как к народу звучат из уст Бога через Осию, так и к священству. И там говорится о священстве, что и грехами народу моего кормятся они, и к беззаконию его простирается рука их. И там толкователи, как раз и еврейские, и христианские толкователи, однозначно указывают на то, что священство было выгодно заблуждению простого еврейского народа. Когда священство богатело за счет грехов, многобожие дало поклонство, оно обогащало священство, отступническое тогдашнее еврейское священство, которое к беззаконию его простирало руку. И интересно, все повторилось уже в христианстве. Но я одному из священников пожилых, где это было, не помню, ну в Украине уже, я сказал такие слова, что на последнем приходе своем, вот в традиционной православной церкви, в русском патриархате московском, в Брянской области, у меня там было больше свободы действия, как у настоятеля. То есть меньше было контроля епископа, но, и даже больше того, пришло письмо, мне в последний год моего там служения, пришло письмо, где говорилось, что вот эти все, вот эти продажи таинств там за деньги, там крещение столько-то, отпевание столько-то, но там было написано, что это рекомендуемые, разнаряд как бы, суммы рекомендуемые. И я, значит, воспользовавшись этим, что это рекомендательное письмо, а не обязательно, как было раньше, вот, я, значит, вообще написал в церкви, в храме свое объявление, вывестил его и дал в местную районную газету тоже объявление, что в нашем храме все богослужения и требы, и там в скобочках написано было, там крещение, венчание, отпевание, там прочее, все-все-все-все-все, совершаются, и большими буквами, бесплатно. Ну, правда, там дальше шел мелкий еще шрифт еще, что если желаете иметь, ну, как бы, добровольное прожитование сделать, то есть ящик там в храме для прожитования. Но я бабушек проинструктировал, и старосты, и казначей, я все проинструктировал, вы даже в тот ящик даже не смотрите туда, вот, в ту сторону, даже все, вот, как будто его нету, договорились? Ладно, чтобы не смущать людей, если он хочет, он пойдет, а то можно так же проманипулировать, что он будет вынужден туда пойти, как бы, и скрипя сердцем что-то бросить. Если захочет, да, если нет, то, так вы не крести будете бесплатно? Да, говорю, и венчать? Да. О, батюшка, вы же первым пожалеете. Говорю, ну, посмотрим, ну, как бы, в принципе, это, а, и так, говорит, еле набираем, говорит, значит, там, ну, ладно, говорит, короче, батюшка, все, это конец уже, все, ладно. Финит ля комедия. Ладно, значит, и, представляете, значит, думали, батюшка с ума сошел, короче, а народ как разнюхал, что бесплатно все, for free, почему бы и нет. Короче, цыгане таборами приходили, я крестил там цыганят до седьмого пота, фу, фу, короче, там такое, там всех-всех подряд, короче, там, вот это да, у меня было, венчал пар, там масса, мне, ну, короче, ну, храм уже был, народу, доходу почти нету, но зато народу, да, местное пробуждение началось такое. Всех там перевенчал, там, даже бабушек, дедушек, которые были не венчаны, всех, я, значит, такой был молодой, такой, молодой, но очень активный священник, перед тем я прошелся по всему поселку, там, значит, там и селу, и поселку, почти в каждый дом успел зайти, значит, и поговорить вкратце, хотя познакомиться, представить, что я вот настоятель этого храма вашего, и кто венчанный, не венчанный, крещеный, не крещеный, и выяснил, что там дети почти все не крещеные, значит, пары почти все, не венчаны, да вы что вы, ну батюшка, там уже у вас такие цены, мне было стыдно, мне нечего было сказать. Короче, все, когда снял, всех повенчал, всех покрестил, народ в шоке, конечно, поначалу даже некоторые обижались, а это вообще православный храм, это вообще не развод никакой, что-то еще, вот, ну ладно, значит, да, а в селе, там в поселке, в поселке, допустим, молодежный поселок, там вообще, тогда работали люди на трудодни фактически, то есть вообще не платили им там ни один год уже, ничего, значит, люди, что своруют, то и его, как бы, вообще, тогда вот так жили люди все, все лето, и, ну, стали мне приносить благоставения, ну, там, картошку, морковку всякую, там, значит, варенье, ну, батюшка в селе не умрет с голову, я вам точно по опыту скажу, даже если денег не было, у меня все было, и хлипа, дохлипа, значит, там, значит, этот, один там привез, там, полтеленка прям, у меня все там уже и так, и раздавать, значит, стал, значит, уже, ну, куда уже, да, я салом, 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 короче, все, сметаны, во, рыба, во, да, ну, единственное, что денег, конечно, не было, а так, в принципе, все было, тоже выход, знаете, вот, люди благоставляли, кто-то ведрами, кто-то еще чем-то, ну, как бы, ну, пусть будет, в хозяйстве пригодится, вот, значит, и стал помогать другим людям, там, на детский дом стал возить, там, значит, там, значит, этими, значит, и овощи всякие, там, и прочее, и представляете, значит, поначалу было сложно, конечно, раз в месяц открывался этот ящик, староста, значит, вообще, там, пересчитывали, так вот, головой кивали, батюшку, ну, здесь, кот, кот наплакал, значит, ну, ладно, церковная мышь, как говорится, повесилась, но, ну, что интересно, прошло несколько месяцев, и доходы храма резко выросли, стали приезжать, там, с Москвы, там, с Брянска, куда-то еще, там, значит, там, дети к своим родителям, там, навещать, внукам, внуки приезжали к своим бабушкам, видели, что батюшка, там, старается, видимо, значит, да, для бабушек нянчиться, я с ними, там, возился постоянно, короче, всякие новые русские, непонятные, всякие приезжали, там, и я, там, пару раз видел такую картину, нечаянно, так, он, там, достает, там, такой, пресс, такой, и не может впихнуть, он, и пихает, 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 короче, там, значит, смотрю, там, и всякие, иностранные деньги, всякие, и мы стали пересчитывать, значит, на сколько-то будет, вообще на рубли, короче, доходы храма выросли в несколько раз, в сравнении с теми, с прошлыми годами, они, они говорили, смотрите, вот, то есть, из, ну, по, официально, по статистике, наш храм был, в Брянской области, был самый бедный, вообще-то, если честно, даже, значит, в епархии меня потом предупредили, значит, но я был рад все равно, потому что там меня не контролировал никто, да, епископ не контролировал, и давали больше свободы, поэтому я поехал туда, вот, значит, и, то есть, даже был освобожден я, наш храм был освобожден от многих, там, этих выплат, обязательно, для всех храмов в области, вот, а после этого мы не просто все платили, мы еще и благоставляли, значит, и вообще и ремонт начали, в кое-то веке, там, сколько лет, там, не делалось ничего, вдруг и краски понакупили, и всего, значит, и закипела работа, вот это да, для бабушек этих моих было потрясающее свидетельство вообще, вот старосты, как означает, они охали-ахали, я думаю, вот это да, и я пример приводил священникам, некоторым говорю, смотрите, если по-людски к людям, то и люди нормально будут относиться, к вам тоже, и вот одному из священников я когда рассказывал, некоторые не соглашались, один из священников задумывался крепко, да, значит, и, слава Богу, традиционно, он так и остался в традиционной церкви, но я понимаю, что пересмотр будет неизбежно, вот всего этого, а пока, к сожалению, от беззакония кормится священство, от беззакония кормится, вот, и молитва за упокой, конечно, она, вот говорю, начиналась с мистики, просто мистика, спиритизм и прочее, значит, это, запомним, Макарий Египетский с черепом, да, это какой век, 4-й, да, 4-й, в 6-м веке, в 6-м веке, в 6-м веке, это учение, оно стало развиваться, каким образом, вообще, странно, то есть, родилось оно в пустыне, можно так выразиться, стало развиваться в Константинополе, в столице, в бане, батюшка получил откровение в бане, значит, один из священников там написано, он посещал раз в неделю бани, городские эти бани, Константинопольские, и вдруг произошло то следующее, он каждый раз обращал внимание, там один мужчина был странный какой-то, он был таким банщиком на общественных началах, суетился, всем помогал, все, значит, там, как бы и странный какой-то человек, и священник однажды принес ему хлеб с церкви, значит, ну, как просфорку, тогда зубокой не было еще этих, за здравие, и вдруг этот банщик отказывается есть этот хлеб, и говорит, извините, батюшка, но этот хлеб для живых, а не для таких, как я, а вы что, гражданин, как бы что, разве не живой? Да как бы и нет, я уже давно, уже умер уже, стоп, я не знаю, после какого у них там разговора этот был, я не знаю, вот, но, по крайней мере, значит, вот так пишется, что мол, значит, он уже умер уже, и священники его спрашивают, значит, а почему ты не там или не там, а меня, говорит, не приняли, не туда, говорит, и не туда, а послали сюда, в чистилище, баню, не понял, Собираемся в чистилище, да, значит, и оказывается, оказывается, это был зомби какой-то, значит, который, оказывается, был такой несчастный, значит, не принятый ни туда, ни сюда, вот, непрекаянный такой, оказывается, он должен был в этой бане, как бы, отрабатывать что-то, зарабатывать какие-то там бонусы, чтобы его куда-то приняли вообще, ну, ладно, короче, священник пожалел этого банчика, и говорит, могу ли я вам, гражданин, как-то помочь вообще, ну, вот, он говорит, ну, пробовали, не помогает, ну, вы, как священник, может, попробуйте за меня совершать причастие, евхаристию, причастие, я же покойник, я не могу причащаться хлебом живых, а вы можете, вот, вы принимайте причастие за себя и за меня, мое имя провозглашаю, как бы, ну, как, за маму, за папу, как бы, за того зомби в бане, значит, ну, ладно, значит, и, в общем-то, договорились, а священник спросил, ну, как, подействует вообще, как мы узнаем? Хорошо, давайте договоримся так, если, значит, вот, вы всю неделю у себя в церкви совершаете каждый день причастие за себя и за меня, и если вы придете, и через неделю меня не будет, значит, подействуй, значит, меня куда-то приняли, а если я буду на месте, значит, будем что-то еще думать, что-то еще придумывать будем, ну, ладно, и вот написано дальше, что всю неделю тот священник за того зомби в бане совершал причастие за себя и за того мужика в бане причащался, да причащался, пришел через неделю, а того зомби след простыл, и батюшка подумал, о, Эврика, он придумал обряд теперь, думает, если этот зомби на него подействовал, даже на такого непрекаянного, значит, для даже самых таких отчаянных покойников это действенное средство, и было придумано причастие для упокой, за упокой. Да, сейчас обычно это называется обедня за упокой, или же строка уст за упокой, там, значит, там, это очень популярный обряд в восточной, мистической такой школе, это очень популярно сейчас. А как его звали, не знаю. Не помню, даже не помню. Обычно священники, которые, значит, больше и меньше просвещены, это знают, эпизод это такой известный. С греческих патариков. По-моему, даже, кстати, если не ошибаюсь, я даже имени не пишется там. Ни священника того, ни зомби того. Да, вот, по-моему, так даже. Обычно многие патарики, вот эти рассказы о святых, они даже не пишут имен, просто был некто старец там, или некто там отрок, или некто там такой-то. Да, можно что-то нафантазировать. Да, это как вот старый советский анекдот, да, школьный еще. Когда там кладбище, полночь, мужик с работы идет, значит, да, и видит там, значит, он боится, конечно же, да, значит, и видит там какой-то мужичок сидит и оградку красит, могильную. И он спрашивает, ну, а вы не боитесь покойников, товарищ? А что нас боятся? Не, ну, то школьный анекдот, понимаете ли? Не, ну, когда я потом проанализировал, это так похоже, как бы. Вот, представляете, и сегодня то, что практикуют миллионы верующих, основано на таком вот, на спиритизме, и на таких вот случаях в бане каких-то непонятных, представляете? Мне было стыдно даже, вот, какое-то время даже, что я сам совершал нечто подобное. На практике как это происходит? Допустим, приходите вы в храм, братья, сестры, допустим, приходит человек в храм, да, и говорит так и так, мол, значит, вот, умер кто-то, допустим, да, что посоветуете, да? Но люди идут в храм обычно не думают, что их там обманут, да? Ну, все-таки, Бендер был прав, Остап, да? Что значит, что? Значит, вы не в церкви, вас не обманут. Вот. Знаете, вот доходят до того. Соглашусь даже со старым советским юмором. Нет, серьезно. Да. Да. Да, ну, все-таки разно. Вот, и представляете, значит, и люди не подозревают, что им вместо хлеба дают камень, а вместо рыбы – змею. Вот реально. И человек приходит и говорит, вот так и так, вот у меня умер человек, допустим, родственник, допустим, что я могу сделать ему? И в этот момент почти 100% я даю гарантию, неважно, московский, киевский подряд, какой еще, каноничный, неканоничный, с Томасом, без Томаса, неважно. Просто уже есть традиционный ответ такой, что первое – это обеденный за упокой, а еще лучше сорока уст за упокой. Сорока уст – это 40 обеден подряд. Как говорят, лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз. Ну, такая присказка есть, такая как раз по этому поводу. Вот, 40, да. Многие, они церковные на самом деле, прибавутки-то. Вот, просто народ не знает. И, знаете, вот 40 причастей за упокой. Значит, на практике все очень просто. На практике, допустим, человек приходит, записывает имя, ну, за все отвечает серебро, конечно, платятся деньги, значит, и пекутся просворы. Ну, просворы все кушают, наверное, больше или меньше, да. Вот, значит, ну… Матцы. Да, лучше матцы, конечно, да, есть. Со спокойной совестью. Вот. И вот, я сам раньше жил в этой оккультной системе. И я не понимал до конца, что это оккультизм, но подозревал некоторые вещи. И в 96-м году, когда вот прозрел, мне, ну, не знаю, я не мог просто больше продолжать эту практику, честно говоря, потому что, ну, просто вынужден был уйти. Многие вещи, они уже противоречили моему убеждению, моей совести. Представьте, там называли, нужно называть имя умершего, ну, там записки подаются, допустим. Если на практике, там их много, допустим, да, то рядом обычно кто-то из послушников читает эти имена, и ты слушаешь просто эти имена, или за каждое имя там вынимаешь частичку из этих просфорочек. Там их много. Допустим, в соборе служили, когда я служил в соборе, в Борисоглебском, в Рязани, поминальные недели, там до трех тысяч просфор надо было вытащить, значит, на все ночные не успеваешь, поэтому до литургии, до самой херувимской продолжаешь, только тычешь и тычешь, вынимаешь, вынимаешь, вынимаешь. А там имена читаются, читаются, читаются. Уже просто, уже на автомате уже просто. Вот, значит, и, ну, ладно. И целыми мешками эти просфоры потом выносят из алтаря туда, за ящик, значит, люди разбирают, но кто не разбирает, те потом раздают всем там, кто в храме или продаются, по-разному. И, конечно, все это, эти частички с хлеба, как бы они, с этих просфор, они собираются в такие горочки, да, там много чаш стоит с когором, подогретым, теплым когором, вот, значит, там такие литровые, двухлитровые, больше даже чаши, вот, они наполнены этим когором, потом, как кровь Христа, считается, уже превращаются в определенный момент, и в этот момент, когда все это произошло, уже как бы это кровь Христа, да, то священник, потом, он после причастия уже, народа, он все эти просфоры, все эти частички сыпает туда, в эти чаши, и говорится молитва, в которой имеется в виду, что, как бы, грехи вот этих людей, поминаемых, они омываются кровью Христа, эти умершие, они омываются кровью Христа, вот, потом все эти чаши переносятся на жертвенник, и там уже священник должен это все съесть, ну, представьте, там, 3-4 литра этого кагора, теплого, с хлебом, надо все это съесть, потом еще запить холодным кагором, короче, там, работа очень непростая, нам, священникам, за вредность даже молоко надо давать, скажем так, я представляю, после этого, как он вышел, после такого кагора. Так я порой выходил, там, из собора, там, уже не одно такси, а два такси уже, не знаешь, куда там уже, хорошо, матушки, они знают уже, они уже доводят себя уже, вот, у священников. Самое интересное, я умудрял, я, значит, как бы, удивлялся еще от священников наших, там, соборных, которые после всех этих трапез, да, представьте, там, несколько литров выпить, куда что-то влезет вообще, поэтому в местилища обычно растут, да, хранилища, вот, так они еще, они еще умудрялись еще, потом еще и водочкой все это, еще, значит, там, вдогонку, думаю, вообще, и хорошо им сидят, вообще довольны, думаю, надо же, кошмар, думаю, ну, ладно, у них работа такая, у священников, но дело в чем, что, вот это ритуальное пьянство, это одно, это ладно, это одно, но, самое противное в этом всем, что, вот, мистическое вот это богословие, что якобы грехи умерших омываются кровью Христа, вообще, это настолько нелепо, настолько как-то жутко даже, вот, но люди в это верят, как бы, и этому учат, обучают священников, что это правильно, благочестиво, что мы вымаливаем умерших, спасаемых, буквально съедаем, как бы, вот, как бы, все эти грехи, все, и все, берем на себя, короче, да, странно, и, знаете, вот такая история, с этими причастиями за упокой, я, значит, какое-то время я верил в это, конечно, да, став священником в 91 году, я совершал эти, все, и за упокойной ритургии, в это верил, старался, как бы, с чувством это все сделать, как бы, так, значит, осмысленно, вот, хотя в православии нет такого, как бы, как в отличие от католической церкви, вот это понимание, именно настроя, да, значит, и священника, в православии обычно учат так, что независимо от веры священника, он в это верит, не верит, убежден, не убежден, это действует, как бы, как благодать церкви, как бы, действует здесь, то есть, поэтому, это совершается автоматически, как бы, это совершается даже помимо, и, допустим, нам говорили о благодати священства, вот, что, таинства эти, независимо от моральности, аморальности священника, его духовного состояния, он даже, в конце концов, даже неважно, верующий ли он, если совершено это все правильно, канонично, вот, по правилам, по книгам, слово в слово, и его рук положили, и он совершает эти таинства, они совершаются, ради, ну, как бы, церкви всей, вот, это очень, это неправильно, это не христианское учение, это магическое учение, ничего общего с христианством не имеющие, но об этом чуть потом еще скажу, а, сейчас по поводу молитвы за упокой еще, вы понимаете, что после 6 столетия, когда все это было провозглашено, это стало, на Востоке стало обязательным, на Западе это попозже, опять-таки, на Запад все позже приходило, а на Востоке все это стало обязательным для всех церквей, представляете? Обязательным, Например, священник от ныне не мог уже верить в это, не верить, он не имел права, он обязан был это выполнять, даже если он не верил в это, он был обязан это выполнять. Устав был разработан, это была уже очень жесткая епископская власть, вертикаль была построена очень жесткая, и всякого рода горизонталь, всякого рода братство, ну, по сути, было разрушено, как таковое, в Византии. Если, допустим, раньше, в ранней даже Византии, все-таки отцы ранние, они приоритетом видели молитву индивидуальную, келейную, то отныне, после Халкидонского собора, особенно в VI столетии, приоритетом видели молитву коллективную, официальную, церковную, соборную. То есть, фактически, все было видоизменено, как таковое, то есть, лишено было христианства официально, как бы, вот такого лично индивидуального общения с Богом. Это очень больная тема. Ну, ладно, молитва за упокой, вы поняли, да, что через спиритизм началось, потом какой-то странный, непонятный случай в бане. А завершилось это учение, вот, получается, да, за 48 лет до начала крещения Руси, Украины. Это было в 940 году. Ну, уникально, но сохранился даже год, вот именно точный год этого завершения, этого учения. 940 год, значит, это было в Византии, опять-таки, там же Византия, это было в сновидении, сон одного монаха. То есть, началось это через спиритизм в пустыне, потом в бане продолжилось непонятно, а свое завершение имело в сновидении одного монаха. Монаха звали Григорий, значит, о нем почти ничего неизвестно о нам, но он свой сон пересказал очень известному монаху Василию Новому, который был его духовным отцом. Василий этот Новый, он записал этот сон, значит, прокомментировал, проиллюстрировали потом его этот сон византийцы, а потом и европейцы. И родилось новое учение, как раз. И вот эта молитва за упокой, как таковая, стала, ну, уже вот в таком состоянии, уже, значит, как вот до сегодняшнего дня существует. А сон этот называется обычно, есть книжечки популярные, бестселлер такой, религиозный, называется «Мытарство блаженной Феодоры». Мытарство блаженной Феодоры. Вот это учение, оно все основано на сне одного монаха, монаха Григория. Предыстория такая, что монаху Григорию снился сон. Он перед тем накануне переживал по поводу смерти одной своей знакомой, монашки Феодоры. И он, значит, вопрос такой, как бы, себе задавал. Вот где сейчас Феодора? Она умерла. Где она сейчас? Вот в раю, в аду? Вот как она вот? Она старалась быть хорошей монашкой, ну, верующей, все. Но кто его знает вообще? Потому что к 10-му столетию понимание спасения, библейское понимание спасения, оно было фактически утеряно. Ну, в Восточной Церкви однозначно. Если в Западной Церкви еще сохранялось, допустим, понимание у многих отцов того времени, даже к 10-го столетия, в Восточной Церкви, к сожалению, было растеряно библейское понимание спасения. И вот он ломал голову. То есть это было спасение, было больше, как напоминало русскую рулетку. Вот как повезет, вот как вот карта ляжет, как вот, где будет эта пуля. То есть, ну, непонятно вообще. Доходят, я сам слышал не раз такие мысли от выпускников семинария, как раз, Московской, Загорской. Тогда вот, в 88-м, 89-м годах, они говорили по поводу, ну, сатериологии, как раз, учения о спасении. У нас там был учебник такой, значит, Архимандрита Сергия, там назывался он так. А, так и назывался, православное учение о спасении. И вот я слышал такие слова, не раз, не два, что, вот, мол, если Бог захочет, он спасет. Если нет, то как бы ты ни рыпался, хоть на столбе всю жизнь простой, ничего не спасешься, короче. Такой фатализм какой-то у них был. Вот, мне он сильно запомнился, я помню, тогда врезался в память. Вот, и, знаете, монах Григорий ломал себе голову, где же Феодора. И во сне, вдруг, он только заснул, ему является Феодором. И вот, Григорий, я, говорит, по твоей душу. Но, именно, пришла рассказать, как бы, вот, на все твои вопросы ответить, чтобы ты передал, проснувшись, передал всем православным, правоверным христианам, чтобы они больше не ломали себе голову над вопросом, что же будет дальше. Вот, чтобы они знали, наверняка, сто процентов, что будет дальше, сразу после смерти, перед наступлением полной вечности уже. Интересно. И вот, Григорий, когда проснулся, он все это бегом в келью к этому Василию Новому передал, тот, поэтому, и все это записал, прокомментировал. Его комментарии вообще непонятные, откуда были взяты вообще, мы не знаем до сих пор. Но костяк из этого сна. И до сих пор на этой книге основывается фактически все миросозерцание царства мертвых, которое существует в современной православной церкви. До сих пор. Матарство блаженной Феодоры. Мытарство, вот в украинском есть похожее слово, мытница, да, вот, мытарь. Таможенники, таможенники. Вот я проезжал таможенников. Да, там был сержант Жлобенко, а там еще кто-то был. Были разные товарищи. Да, значит, и, но, обычно таможня и в те времена ассоциировалась с коррупцией, и в те времена ассоциировалась вот с вымогательством, и просто так таможню было невозможно проехать. А тем более людям состоятельным. И вот, и знаете что? Феодора рассказал такую историю, что якобы, значит, после смерти, и в это верят сегодня миллионы и миллионы православных и католических тоже христиан, так вот, значит, что после смерти пришли ангелы страшные, и пришли ангелы, ну, как бы наши, хорошие, вот, значит, под белые ручки ее и повели по мотарствам, по этим таможням. На каждой таможне были, там она 20 таможен насчитала, были какие-то истязания, какие-то испытания. Допустим, было мотарство там пьянства, мотарство блуда, прелюбодеяния, мотарство там зависти, осуждения, мотарство там, на каждом мотарстве какие-то характерные грехи были обозначены. И на каждом мотарстве были бесы, ответственные, такие компетентные товарищи, вот, с ярко выраженными признаками этих грехов. Вот, и они испытывали душу. И вот, значит, и, допустим, привели на мотарство пьянство эту душу Феодоры. Вот, выходят бесы, на каждом мотарстве то же самое. Мотарство, значит, ставятся весы на каждом мотарстве, выходят бесы и зачитывают, так, сколько пила, где пила, при каких обстоятельствах, смягчающих, тягчающих, все подсчитано. Они зря хлеб не едят там. Контора пишет. Они все там записывают вообще. Душа, душа в шоке, не виновата ей я. Да, и они ложат на чашу весов, конечно, сразу весы бац, а душа в шоке. Тогда ангелы, которые хорошие, успокаивают ее, говорят, мы не зря хлеб едим тоже, мы тоже кое-что записываем. И там написано было о ее добродетелях, противоположных. Она там, сколько-то пастилась, допустим, она, значит, там что-то бедным помогала, что-то еще делала. Подсчитывали добрые дела, и списки с добрыми делами ложили на другую чашу весов, пытались выровнять. Там какая система? Что если выровнялись чаши, фу, душа может идти дальше, до следующего КПП. Вот, но там история такая была. Либо весы обвешивали, либо на самом деле была нехватка добрых дел. Короче, грамм 100-200, но не хватало каждый раз. Душа в шоке, Феодора, если бы я была бы не мертвая, я бы померла, там, со страфов, говорит, значит, как осиный вылист, короче, женщина в стрессе таком. Значит, ангелы успокаивают ее опять. Успокойся, Феодора, у нас есть для себя хорошая новость. Какая? За тебя же молятся. И вот эти молитвы, они достают в виде мешочков таких и досыпают на чашу с добрыми делами. Душа, о, хорошо. И каждый раз, значит, да, значит, они проходят, проходят. Кстати, предпоследнее мотарство протестанта не проходит, точно. У вас шансов нет. У меня, может, еще 50-50. Там, короче, там, значит, но то предпоследнее мотарство Феодора прошло почти без проблем. Потому что там, значит, говорится, что мотарство ересей всевозможных. Там говорится, что если душа даже жила ангельской жизнью, но если она креста не носила, ну, я еще как-то... Там, значит, не крестилась, там, значит, там, и, одним словом, все, проблема. Но это мотарство, она прошла там вот за просто так, фактически. Ну, там, сбросила там что-то там, может, бездачное. И прошла. И вот, но дальше было еще интересно. То есть, вы понимаете, да, антибиблейское учение совершенно антиевангельское. Значит, дальше больше. Душа прошла все 20 мотарств, откупилась, еле-еле откупилась и попадает в тронный зал Иисуса Христа. Да, кажется, вот сейчас вот все, ну, будет все хорошо. А это, кажется, самое страшное было. Самое страшное было в тронном зале Иисуса Христа. Бесы не так сильно мучили, как Христос. Представляете? Какой там Христос, в кавычках, сидит в том рассказе. А, короче, женщина в таком стрессе, представляете, она умерла. Да, прошла 20 таких страшных мотарств, значит, там, еле откупилась. Не чтобы утешить ее. Так представьте, тот Христос в том рассказе, он ее встречает очень даже неласково. И говорит, как бы, ну, так, грубо говоря, гражданка, что вы здесь вообще делаете? Как бы, значит, что вас, как бы, в ад не отправишь теперь, но и в рай, как бы, не за что вообще. Да, как бы, да, вы откупились, да, хорошо, конечно, но, как бы, в рай-то, как бы, путь заказан вам. Ладно, интересно. Вот душа, а, когда душу привели в этот тронный зал Иисуса Христа, ну, видимо, однофамилец, но совершенно не тот совсем. Вот, одним словом, ангелы слиняли быстренько, раз, тут же. Они поняли, что дело жареным запахло, поэтому душу оставили, значит, оставили один на один с этим Христом таким. Вот, значит, и душа, вот она как раз и говорила, что, значит, что Феодора, что это было самое страшное испытание, потому что выхода нет вообще, выхода нет. В ад тебя не бросит теперь, но и в рай тебя не пустят, то есть вот такое состояние. Она тряслась, эта женщина, как говорится, да, и в этот момент, ну, как я рассказы писал в свое время юности, и когда тупиковые сценарии ситуации, надо что? Новый персонаж, он всегда выручает. И то же самое. Представляете, в этой тупиковой ситуации вдруг где-то там сбоку открывается дверь, какая-то в этом есть своя дверь, и выходит, знаете, кто? Мама, Пресвятая, Богородица, Мария. Она заходит, Иисус встает с трона, говорит, мама, извините, у нас важное заседание. Она говорит, сын, я все слышала, она все слушает, а идешь и мама. Так и мама, да. Да, сын, у тебя есть свое мнение, и мама сейчас тебе его расскажет. Так и по-реврейски. Так интересно дальше вообще, это шедевр. Короче, сын, вставший с трона, уговаривает маму уйти из зала заседания, а мама говорит следующее, сын, я все понимаю, что она, ну, как говорится, ни рыба, ни мясо, ни богу свечка, ни черта почерга, вот такая, как никакая. Но, говорит, у меня есть одно но. Она при жизни, говорит, так молилась мне, и мне это так нравилось. И вот, сын, ну, обители же много. И вот, ради мамы, ради мамы, потому что она так сильно, она мне очень понравилась, как она молилась мне, так молилась, со слезами, говорит, все, говорит, я это помню. И вот, ради мамы, пожалуйста, подпиши проходную в рай. Значит, и, короче, сын, и так, а потом, ну, ладно, ну, мама, только ради вас, вот, вот, только ради вас. Я вот, и подписывает проходную в рай, и говорит, душа, ладно, иди, только не попадайся в ближайшее, там, столетие мне на руки, на глаза, ну, короче, ну, иди в рай, все. И вот, представляете, Феодора, она, как бы, из рая вестница, Григорию рассказывает и все, увещевает его под конец, под финал. Самое главное, угодить маме. Потому что она отвечает, там, по сути, за все. Она манипулирует небесами всеми, вот, и сыном, и все. То есть, как бы, она в рай точно тебя пропустит. Если Иисус, он очень жесток, то мама, она своя, она добрая, она такая, она мама. И вот, и это учение было записано, оно было проиллюстрировано. Кстати, даже если в Киев Печерскую Лавру приходите, да, там, вот, как раз на ближних пещерах, там, вот это панно. Ну, это как раз иллюстрация, как комиксы такие, вот, картинками такими. Так это оно, да? Да, 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 это иллюстрация, ну, в таких средневековых таких образах. Есть много разных картинок, но, понимаете ли, этим забивают головы миллионам обывателей. Это то уже учение, которое, как бы, антиевангелие. Один православный автор, Сергей Худиев, написал интересную вещь такую по этому поводу. Что если верить вот этому учению, то надо просто, ну, выбросить Евангелие и Христа из, вообще, христианства. То есть, оно настолько несовместимо с христианством, что дальше некуда. И еще, очень важное замечание. Слушайте, в христианстве первых 9 столетий такого учения не было. Однозначно. Оно в то время было настолько революционным, настолько новаторским, что многие отцы, просто-напросто, они не могли это принять даже. Потому что это казалось настолько чужеродным. А так оно и есть. Это чужеродное, это не наше, это не христианское. Дело все в том, что подобные же учения были в других религиях, и при том задолго до нашей эры. В частности, вот в книге мертвых древнего Египта, до Египта, Вавилонии, Шумер и Акада, вот эти цивилизации примерно те же самые учения знали. Но другие имена были. Другие имена, а принцип был тот же самый. Были таможни, были, на каждой были весы, взвешивание добрых и злых дел. И когда, допустим, душа египтянина, если брать Египет, там это было все больше, так вот, как бы, ярко проиллюстрировано. Так вот, душа египтянина, как и всегда, это середняк, ни туда, ни сюда. Примерно поровну и добрых, и злых дел всего хватает в жизни человека. Тогда, вот там, плач, ихний богородец, там, Изиды, там, значит, за душу египтянина. И вот, как бы, и ради этого ее сын, и бог, он прощает душу египтянина и вводит ее в светлое это царство. Знаете ли, то же самое в этих вавилонских тарстатах. Примерно то же самое. Мама бога, она умоляет за душу вавилонянина. Есть даже барельефы, интересные такие. И душа маленькая там изображена умершего, она переносится в светлое царство. Вот, одним словом, я считаю, что это два варианта. Либо это плагиат религиозный, потому что монахи еще в 10 столетии имели возможность читать и вавилонские учения, и древнеегипетские. Возможно, просто они как бы охристианизировали вот эти книги, эти учения и назвали их христианским учением. Скорее всего, это так. Так, думаю, никакому Григорию никакой сон не снился. Просто взяли эти древние учения и их на христианский лад переписали. Или вариант второй. Если все-таки я не прав, а права традиционной православной церкви, тогда ситуация намного горше. Тогда не религиозный плагиат, а общение с теми же самыми бесами, с какими общались жрецы древнего Вавилона, Шумеры и Акадо, а также древнего Египта. Тогда, получается, если это не религиозный плагиат, это общение с бесами конкретное. Но, по-любому, это не христианское учение, это не христовое учение, потому что спасение – это дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. Это не от наших дел, чтобы никто не хвалился, не откупался и не мыслил даже об этом. Лишь кровь Иисуса Христа, лишь жертва Иисуса Христа, человек спасен. Друзья, поэтому славы свои Господь не отдаст никому и ничему, абсолютно. Вот такое событие. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня вот это в практике и в теории, в практике Восточной Церкви сплошь и рядом. Я сам отказался от молитвы за упокой в том самом 96-м году по идейным соображениям. Вначале я отказался от молитвы за упокой, как говорится, личной, келейной молитвой своей. То есть я молился только за здравие, за живых уже людей дома. Но, приходя в храм, где я был настоятелем, я был обязан, вот эти последние недели, пока служил там, я обязан был молиться за упокой. Но я сокращал уже. Раньше я был противником этих всех сокращений молитв. Я старался добросовестно молиться, вымаливая этих умерших. Но здесь я стал сокращать. Больше внимания уделял живым. Допустим, отпевание совершал, или поминальные молитвы, литию, допустим, определенную, или панихиду. Коротко служил уже. А большую часть времени я затрагивал в проповеди, уже обращался к живым, рассказывал, допустим, о богаче Лазаре, или что-то еще из Евангелия. Убеждаю людей покаяться. И я уже стал говорить тогда так, что обычно мы умершим желаем Царства Небесного. Но я говорю, хочу вам, живым, пожелать Царства Небесного. Потому что человек, он пока в теле, здесь на земле, умершему мы уже не можем, говорю, помочь. А живым вам сейчас сегодня это слово повод задуматься над вашим вечным бытием и прочее. То есть я продолжал молитву за упокойный, но имея в виду живых уже. Но все равно это не могло долго продолжаться, потому что я был в таком раздвоенности, такая раздвоенность, такая религиозная шизофрения такая была уже. Потому что я, значит, не знаю, как-то Фиона там, ночью одна, днем другая. Я, значит, один на один с Богом, я просто молюсь Богу. Но приходя в храм, я опять обязан. Он пел там при святой Богородице «Спаси нас», сам думаю, ну какой «Спаси нас», ну при всем уважении к ее светлой памяти. Ну, значит, лишь Господь Иисус Христос Спаситель, все. Ну и потом Боже принял решение. А молитву за упокой я, да, отказался. И вот с тех пор, с 96-го года, лета 96-го, и вот до сегодняшнего дня я молюсь за здравие, за живых, за умерших. Есть лишь в Библии один пример молитв. Это молитва за воскрешение недавно умершего человека. Вот, и как раз вот самый такой удивительный случай описывается как раз в Евангелии от Иоанна, 11-й главе, когда четвертый был день уже, вот, Лазарю, да. И Иисус воскресил его. Почему он в четвертый день, помните, да? Почему? Потому что... Чтобы это уже было так. Да, и конкретно, и согласно иудейским верованиям, и древним, и сегодняшним, лишь первых три дня возможно для воскрешения умершего, возвращения его в тело. Но после третьего дня, согласно и тогдашним, и сегодняшним верованиям, невозможно уже произойти этому. Но Иисус продемонстрировал здесь, что Он есть воскресение и жизнь. Он не просто пророк, понимаете ли? Если бы Он воскресил первых три дня, Он дал бы повод сказать о нем так же, как вот Никодим сказал. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо такие дела, которые ты делаешь, не делает человек, если не будет с ним Бог. То есть точно Божий человек, пророк, учитель, все. Но здесь, воскресив уже в четвертый день, Он все карты спутал, все религиозные мафии. Потому что им надо было либо смириться и преклониться пред ним, либо убить. Мафия религиозная выбрала убить. Заодно и Лазаря решили убить тоже, там же написано. Потому что ради него люди приходили и веровали. То есть все, как бы религиозная система, она действует так. Так, запретить, если невозможно уже дальше запрещать, то убить. Все. Вот, и неважно, это еврейская, или христианская, или мусульманская, какая угодно. Религия, она такая. Вот, и если что-то не вмещается вот в эти представления, в эти рамки, то это просто искоренить, запретить, убить, значит, все, значит, искоренить. Но вера, она иная. Иисус принес не просто новую религию, там, Он ломал многие традиции, да, но многие понимания. И вот, воскресив Лазаря, он, конечно же, понимал, что он быка за рога хватает, знаете ли, и дразнит, как бы, как вот Терриадор там, красной тряпкой. Ведь он мог бы и пораньше прийти, и воскресить, не было бы шума никакого. Но я понимаю, что здесь сыграло роль именно Божье водительство Духом Святым. Потому что он не только умер, но и жил в этом Божьем, Божественном Духе. Будучи движим этим Духом Святым, Вадимом Духом Святым. И интересный момент такой, что когда Евангелие, ну, это тоже, как называют, одно из Евангелий, послание к евреям, да, значит, когда в первой главе говорится о таинстве Сына Божьего говорится, и когда водил первородным во Вселенную, что Бог сказал? И да поклонятся Ему все ангелы Божьи. Конечно, это потрясающая картина, значит, я представляю себе то служение, когда там ангелов, море ангелов, и вдруг Господь Бог всемогущий ангела ликует, у нас такое потрясающее служение, такое прославление, вообще все. И вдруг Господь говорит, Бог, у нас сегодня удивительное служение, особое служение все. Аллилуйя, да, пастор, у нас сегодня прекрасное служение. Но сегодня самое удивительное служение, какое, интрига была, у меня есть сын, ну, понятно, мы все сыны твои, не, вы не знаете, у меня есть первородный, единорожденный, стоп, о ком это он, занавес, и выходит Сын Божий. Первым бросил гитару лидер пославления. Ах так, от кого сыны, почему, и вообще, только лишь Господу Богу поклоняйся, Ему служи, и вообще, почему мы должны Ему поклоняйся? Короче, кто со мной этот герой? Все, в этой церкви больше делать нечего. Вот, за ним примерно треть церкви ушло. Мы начнем свое собрание, все. Те, те же ангелы, у которых даже, может быть, ум трещал, их ангельская теология трещала, но они согласились поклониться Сыну Божьему. У них все нормально до сих пор, все, с Богом. Вот, те, кто не захотели поступить таким образом. То есть, Иисус вечности даже, до нашего мира этого, в ангельских мирах, Он стал такой лакмусовой бумажечкой, Он стал проверком, провер-тестом для ангельских миров. Но, два тысячелетия назад, примерно то же самое разыгралось уже во временном измерении, здесь, на этой земле, в человеческом уже мире. Пришел к своим, свои не приняли. Но не все. Те, кто приняли, дал власть им быть чадами Божьими, которые родились не просто от своих еврейских мам и пап, а родились от Бога, новым духовным рождением. И сегодня, до сих пор, два тысячелетия уже прошло, Иисус является тестом для всех нас, евреев, неевреев, неважно, кто мы. Для всего человечества тестом. Он до сих пор камень соблазна, претновение, кто упадет на него, разобьется, на кого Иисус упадет, раздавит. Бесполезно. И лишь одно есть достойное отношение к Нему, настоящее истинное, преклониться пред Его именем. Преклониться, смириться, пусть даже теологически это или как-то еще не вмещается в наш разум, просто признать, да, действительно Иисус мой Господь. Вот, и действительно это потрясающе. Вот и в сцене с воскрешением Лазаря Иисус, Он действительно поломал всю систему религиозную тогдашнюю. Система Его убила религиозная, против которой Он пошел, но Бог воскрестил Его из мертвых. Воскрестит и нас. Слава Богу. Пусть Господь благословит всех вас. Давайте, перерыв, да. Да, уже перерыв закончился. Да. Да, уже тяжеловато.